Вадим, встаньте. Итак, сегодня мы продолжаем цикл, я надеюсь, длинный будет у нас выставок иллюстраций прекрасных кузовников и книгам разных. Вот, это одна из первых наших выставок, но не первая, в которой мы делаем выставку с Александром Григорьевичем, а уже, наверное, пятая. Пятая, да, Марвенская четвёртая. Вот, так что, ну вот, поэтому про Марвену лучше, вообще никто не скажет, я иного передаю. Значит, я очень благодарен Открытому клубу за, как мы сказали, пятую выставку работ, которая у меня охраняется. Значит, тема этой выставки, она ещё здесь не присутствовала, тема иллюстрации к сказкам. К сказкам Маврина обратилась уже в зрелом возрасте, то есть вот, подойдя к 50-летнему рубежу, первую книжку сказочную, это сказка о мёртвой царе в 1949 году она сделала. Дальше был мультфильм, сказка о рыбаке и рыбке. И этот мультфильм, он, значит, ну Цехановский был режиссёр, а Маврина делала основные, как бы, сцены. То есть не раскатровку, это делают другие художники, а вот основные сцены этого мультфильма и включила туда «Лукоморье». Это уступление к Руслану Людмилу, ну, парень Руслану Людмилу. И, значит, эти сказочные темы её уже прелестили и поглотили. За мультфильм они получили первую премию в Карловых Варах. Дальше были книжки «Поцарел на лягушка». Значит, она как-то её особенно не жаловала, говорила, что она перегружена материалом, поскольку она, значит, очень много хотела там вместить. Но надо сказать, что вот сейчас эта книжка до сих пор издаётся и перездаётся. И вот издательство «Нигма», издательство «Речь» они уже вот за последние годы, то есть у меня постоянно они приходят, продлевают договора, то есть там где-то уже больше ста тысяч, для нынешних времён это какие-то вообще непонятные цифры. Вот почему-то эта сказка очень всем нравится. Дальше, значит, были русские сказки. Ну, значит, «Сказочные зверия». Книжка здесь представлена, вот этот весь местиарий. Это для неё и из неё. И, значит, это, конечно, очень тема замечательная. Она тоже, эта книжка получила премии там, бурно. И потом выходило ещё много разных сказочных книг, за которые она, в конце концов, получила там и государственную премию, и премию «Золотой медаль» Андерсена. И она была вот до нынешнего года единственная. Значит, в этом году Олейников получил уже как представитель России. И тоже в Афинах, кстати говоря, будет ему вручена, так же, как и Маврины в Афинах в 76-м году. Ему будет вот в этом году очень вот эта премия вручена. Ну, в общем, эти сказочные темы, они позволили как бы уйти от этого такого соцреализма. И хотя, значит, детской книжке тоже требовали как можно больше реализма, но здесь она всё-таки могла какие-то свои фантазии реализовать. И, значит, буйство красок, цветовую свою палитру, всё применить. И это вот видно на этих работах. Значит, ну, смотреть дальше надо, наверное, и любоваться. Говорить можно много. Прошу, смотрите. Желающие есть чего? Вера, Вера, Вера. Вера, Вера у нас есть, пожалуйста. Ладно. Я сама облохла от этого диска. Извините, пожалуйста, я совершенно не специально это сделала. Знаете что, вот когда я работала с этим материалом, я вдруг подумала, что ведь Мавлина по своей школе, по той школе, которую она получила, она ведь европейская культурная, не русская. И как бы нужно было вот эти несколько лет или там вот даже получилась вот пара десятков лет, чтобы отойти от, как бы, отойти от культуры Серебряного века, да, которая в творчестве Мавлиной очень серьёзно ощущается, отойти от этого, увидеть что-то другое, да, чтобы потом возвратиться к своим вот к этим истокам, да, и, собственно, оплодотворить дальше уже советскую культуру, потому что здесь есть люди разных возрастов, и, в общем, давайте признаем, что мы все выросли на Мавлиной, да, и об этом пишется постоянно, да, это тот культурный слой, который нас питает и будет питать, как выяснилось, там, сто тысяч книг изданий, это здорово, да, он питает наших детей, поэтому очень здорово, что мы это видим, и хочется видеть это всё больше и больше. 5 выставок для нас, 5 выставок, собственно, что такое 5 выставок, господай, всего 5 выставок, когда их будет 15, когда их будет 15, да, давайте, давайте за 15, за 25, вот. Хорошо. Можно я ещё скажу? Конечно. Можешь ещё 3 сказать? Хорошо. Вы знаете, я хочу сказать не наукообразно, не умно, а просто эмоционально. Я тот человек, который в детстве вырос на Мавлиной, и я стал художником, благодаря Мавлиной. И до сих пор, вот я иду по улице, вижу пион розовый, зелёные крови, и сама про себя думает, это мало. И вот я хочу сказать, что её творчество и вообще её порывы – это пример для Нойска. Вот то, что она в начале войны испугалась, что московские храмы разбомбят, и стала их доставать, она, собственно, совершила гражданский подвиг, она нарисовала все церкви Москвы. И вот даже, когда я прочитала, что она рисовала в кармане, потому что её всё время арестовывали как шпионку, вроде она план ссымает, она рисовала в кармане, я думаю, откуда вот эта бегущая строка её наброска, потому что она не глядя и рисовала в кармане тот или иной перекрёсток или храм. В общем, Ноглина – это чудо, это чудо, и то, которое никогда не станет ни молодым, ни интересным – это вот вечно живой родник. Вот именно, скажите. Ура. А ещё, Миш, можно тебя попросить сказать? Ну что, друзья, если больше желающих нет, то наступайте, давайте смотреть и радоваться. Субтитры создавал DimaTorzok